Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Продажа акций предприятий и обмен на чеки имущества. Тема нашей сегодняшней программы. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok занимал должность главного энергетика, инженера электроника завода самоходных комбайнов производственного объединения Гомсельмаш. В 1993 году пришел на работу в областной комитет по управлению государственным имуществом и приватизацией. В нынешние должности с 2003 года. Вопросы Михаилу Полуянову можно задать по номеру телефона прямого эфира в Гомеле. 340 043. Номер связи по Viber 340 043 3. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Об основных направлениях деятельности комитета для того, чтобы нашим зрителям было понятнее, с какими вопросами сегодня они могут к нам обратиться, предлагаю посмотреть короткий информационный ролик, подготовленный нашей телерадиокомпанией. Комитет государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета. Орган государственного управления, осуществляющий меры по реализации государственной политики в сфере имущественных отношений. Деятельность комитета охватывает все уровни государственной собственности и аспекты по распоряжению имуществом. Основу для деятельности комитета составляет учет госимущества в едином реестре государственного имущества. Данная система учета недвижимости обеспечивает дистанционный доступ к информации из любой точки страны. Также комитет вырабатывает предложения по повышению эффективности использования госимущества, совершенствованию законодательства в сфере имущественных отношений. Активно участвует в разработке и подготовке предложений в проекты нормативных правовых актов. Готовит предложения о реализации государственной политики в сфере имущественных отношений. Системная работа госоргана направлена на то, чтобы задействовать в экономике каждый объект недвижимости. С каждым годом растет количество объектов, приобретенных на аукционных торгах для организации бизнеса, жилья и ведения подсобного хозяйства. Комитет регулярно проводит аукционы по продаже госимущества, которые можно приобрести по цене от одной базовой величины. С целью подтверждения достоверности внутренней и независимой оценки государственного имущества, комитет проводит обязательную экспертизу оценки имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь и Гомельской области. Еще одна сфера деятельности комитета – преобразование предприятий всех отраслей экономики, которая направлена на привлечение инвестиций, поиск более эффективного собственника. При непосредственном руководстве комитета в Гомельской области преобразовано в открытое акционерное общество почти тысяча предприятий. Многие из них сегодня имеют мировую известность. КОМИТЕТ Комитет Гомель Обл.Имущества обеспечивает методическое руководство и координирует деятельность органов владельческого надзора по вопросам корпоративного управления, распоряжения и учета акций хозяйственных обществ. Комитет осуществляет методическое руководство деятельностью представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых принадлежат Гомельской области и ее административно-серитериальным единицам, и контролирует выполнение возложенных на них обязанностей по управлению акциями. Также комитет организует продажу принадлежащей Гомельской области акций хозяйственных обществ субъектом приватизации и проводит проверку правильности определения рыночной стоимости государственного пакета акций. Вопросы соблюдения законодательства Республики Беларусь по эффективному использованию, управлению и распоряжению госимуществом находятся на постоянном контроле комитета Гомель обл. имущества. Здесь принимаются все меры, направленные на предупреждение нарушения законодательства Республики Беларусь и оказывается необходима методическая помощь всем субъектам хозяйствования по вопросам имущественных отношений. Комитет Гомель обл. имущества внес значительный вклад в социально-экономический потенциал Гомельской области и в дальнейшем продолжит работу по совершенствованию имущественных отношений. Заместитель председателя комитета государственного имущества Гомельского обл. полкома Михаил Полуянов сегодня гость нашей студии. Мы ознакомились с основными задачами и те, о которых пойдет сегодня речь в нашей беседе, это преобразование предприятий в открытое акционерное общество, реализация акций и приватизация продажи акций, обмен на именные приватизационные чеки имущества. Михаил Петрович, сколько в Гомельской области сегодня предприятий с долей коммунальной собственности, акции которых предлагаются к реализации? На сегодняшнее время на территории Гомельской области создано и функционера 231 открытое акционерное общество с долей коммунальной собственности. Это собственность Гомельской области, города Гомеля и районов области. Пакеты акций различные, поэтому для того, чтобы обеспечить, в том числе вы сказали о чеках имущества, а также для привлечения инвестиций, у нас, как правило, формируются информационные меморандумы, которые мы размещаем на нашем сайте по каждому акционерному обществу, а также на основании предложений органов управления область полкома и райгородсполкома собственности, в которых находятся акции, значит, поступает предложение выставить те либо иные пакеты акций для продажи на конкурсе, либо на аукционе. Ну, как правило, на конкурс выставляются те акции, которые требуют выполнения определенных условий. То есть для того, чтобы наиболее выгодного инвестора определить, там, наверное, и более привлекательные дальнейшие выгоды, которые приобретатель акций может получить. Ну, как правило, собственник, который предлагает акции к продаже и определенные условия, которые выставляются для продажи, естественно, инвестор, исходя из тех условий, которые поставлены продавцом, рассчитывает свои какие-то возможности, в том числе финансовые, потому что приобрести акции у нас получается какая ситуация? То есть если акции принадлежат государству, соответственно, государство является акционером, акционеру любой, в том числе государство, продав свои акции, получают замены к деньги. То есть деньги в данном случае поступают в доход местного бюджета, областного, либо районного, либо городского, в зависимости, чьи собственности акции находились. Кроме этого, инвестор должен понимать, что он на тех условиях, которые поставлены, он должен внести определенные средства на развитие этого общества. То есть внесение средств идет как через увеличение уставного фонда, то есть инвестор вносит в уставный фонд и увеличивает свою долю. То есть понятно, что любой инвестор, в частности, это больше касалось на том этапе, когда определенный интерес проявлялся от иностранных инвесторов, то есть они предполагают, что если вносятся деньги, то есть он должен иметь контрольный пакет и контролировать направление использования этих денег, то есть чтобы они шли по целевому назначению и поэтапно в нужные моменты времени, когда реализуется тот или иной этап инвестиционного проекта. А кто может участвовать в торгах по приобретению акций? У нас участники торгов называются в соответствии с законом приватизации субъектами приватизации. То есть они могут быть физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные физические лица и лица без гражданства. Кроме того, могут выступать юридические лица Республики Беларусь. Но здесь единственное есть ограничение. То есть у юридического лица Республики Беларусь, который признается субъектом приватизации, значит, доля государства в устранном фонде должна быть менее 50%. Иначе он утащивает право быть субъектом приватизации. Значит, также могут быть международные организации, иностранные юридические лица, а также иностранные организации, являющиеся юридическими лицами. Следует отметить, что продажа акций, она уходит несколько веков назад. То есть первые торги состоялись еще в 16 веке. То есть, в принципе, тот состав рынка, о котором мы говорим, то есть это фондовый рынок, который является частью финансового рынка. У нас сейчас много говорится о том, что необходимо повышать финансовую грамотность населения. В этой части работают наши банки белорусские, которые рассказывают о своих продуктах банковских. То же самое можно сказать и о фондовом рынке, который заключается в обращении ценных бумаг, которым тоже необходимо повышать грамотность нашего населения, потому что не все знают даже с теми чеками имущества, как правильно поступить. Либо те акции был период, когда для работников предприятия при преобразовании государственных предприятий в открытое акционерное общество государство представляло льготу по покупке. То есть цена номинальная для работников предприятия снижалась на 20%. То есть они тоже приобрели этот пакет акций, кроме обмена на чеки имущества. Это было как льгота для работников предприятий, ну а также для приравненных к ним лицам. Это в большинстве своем пенсионеры, которые работали на этом предприятии и ушли на заслуженный отдых. Михаил Петрович, какие еще существуют способы участия в этом процессе? В этом процессе, то есть у нас есть еще по законодательству вариант такой, передача акций в доверительное управление. То есть акции, это как правило убыточных акционерных обществ. Пакет в размере не более 10% может быть передан в доверительное управление. Но это как правило профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который имеет соответствующую лицензию и знает, как работать с этими инструментами. Значит, после того, как доверительный управляющий выполнил условия договора доверительного управления, то есть в полном объеме, он имеет право на приобретение этих акций. Кроме того, без аукционного конкурса акции могут быть приняты по отдельному решению президента Республики Беларусь. В 90-е годы белорусы получили на руки именные приватизационные чеки имущества. Как мы ими распорядились, спросили у гомельчан наши корреспонденты. Давайте выслушаем ответы. Получала, но никуда я их не использовала. Некуда было, как бы так. А сейчас деньги? Вот у меня лежат там. Ну, лежат на полке, скажем так. Использовала. Использовала и очень удачно. Так что все нормально. Не получали и не были они, и о них ничего толком так и не узнала. Получала давно, но я уже на дочку передарила их. Передарила она и не распоряжалась. А тот, кому подарили, использовал их? Я не знаю, я не спрашивала почему-то. Забыла. Я о них забыла уже. Остались у меня, я их никуда не использовал. Не использовал. Не было возможности или желания? Да что-то так получилось, что и возможности не было, и, ну, как-то так. Не думал про это. Они никуда не пошли, я знаю. Те, кто отдал на эти компании, которые банки раньше были, они многие пропали. Я тоже их использовал. Семья их и нужно, в нужных делах. Дивиденды получаете? Сейчас? Нет. Нет, у нас не получали и мы не использовали. К сожалению, наверное. А может быть, к счастью. Вы смотрите Диалог. Мы работаем в прямом эфире о продаже акций предприятий, об обращении именных чеков имущества. Мы говорим сегодня. Если у вас есть вопросы, то присоединяйтесь к нам. Михаил Петрович, вообще, как вы считаете, насколько эффективно жители нашей области распорядились своим правом и именными чеками имущества? Ну, следует отметить, что в соответствии с законом об именных традиционных чеках имущества Республики Беларусь, в Гомельской области, значит, право на начисление чеков, и они были начислены, это почти 79 миллионов чеков. Имущество – это наибольшее количество среди всех областей Республики, из которых получили чеки 69,7 миллиона. То есть, получается, порядка 146 тысяч жителей области по тем или иным причинам, трудно это сказать, по каким причинам, они эти чеки не получили. Вот мы слышали в сюжете, что да, не получили, но, видимо, были на то какие-то причины. Но если тогда не получили, то ведь уже не получат. Да. Сейчас это уже невозможно. По постановлению Верховного Совета еще Республики Беларусь с 10 апреля 1995 года был установлен окончательный срок выдачи чеков имущества 1 июля 1997 года. То есть, после этой даты чеки имущества, даже если они где-то нашли тот документ, который… У бабушки. Да, что им начислено определенная квота, то есть они уже воспользоваться не могут, потому что выдача чеков прекращена. А как распорядиться? Ведь если получить нельзя, то имеющееся еще можно куда-то вложить. Как это можно сделать? Значит, у нас в учреждениях Беларусьбанка есть перечни акционерных обществ, акции которых можно обменять на чеки имущества. То есть, там есть и республиканские, есть и наши областные акционерные общества с долей области, есть районные. То есть, придя в учреждение Беларусьбанк, в котором проводится обмен, если у нас сказать по Гомелю, это филиал номер 300 на улице Фрунзе, на улице Жуково, 40А, филиал 302 по проспекту Космонавтово и отделение 302-226 по улице Барикино, 94. То есть, в этих учреждениях производится обмен. Но каждому жителю, у которого есть сертификат, вот такой вот сертификат, который вы должны были получить по учреждению Беларусьбанка. Здесь с обратной стороны, наверное, не видно будет, то есть, в принципе, как сберегательная книжка. Здесь есть графа приход, расход и остаток чеков. То есть, вот эти чеки, которые есть на этом сертификате, вы можете использовать в обмен на чеки имущества в учреждениях Беларусьбанка. Не обязательно идти в то учреждение Беларусьбанка, где открыт у вас вот этот чековый счет специальный. Можно прийти в любое из этих отделений, которые я назвал, в районных центрах тоже есть эти учреждения. Значит, прийти туда и обменять чеки, то есть, они будут обменены по тому перечню, который есть в учреждении Беларусьбанка, где у гражданина открыт специальный чековый счет. Спасибо, Михаил Петрович. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Добрый день, это... Здравствуйте. Лисар Владимирович звонит с вам. В 98-м году я приобрел, в общем, акции Гоми и Древо. Приобрел 62 акции Гоми и Древо. И указом президента номер 538 от 28-го 2006 года лишили меня акций. Можно отвечать на свой вопрос? Вас лишили акций? Да, ну да. Каким образом? Это предприятие, и указ такой вышел президента, что мне... И не могу вернуть это в Гоми и Древо свои акции. Нужно ли что-то уточнить? Да, необходимо уточнить, потому что акции, которые вы получили в обмен на чеки имущества, то есть они... Акционерное общество это существует, оно функционирует. Что имеется в виду, что вы хотели вернуть? Ну, хотя бы чеки... А как вы их потеряли, акции? Как я мог потерять? Почему? С какой формулировкой? Почему вы их потеряли? Потому что указ президента номер 538 вышел. В 2006 году. Ну, а указ о чем? Ну, что это предприятие, убыточное предприятие, и безвозмездные мои чеки, то есть акции мои, как дарят предприятию. Дарят предприятию. Понимаете? Могут ли быть подарены предприятию акции? Это немножко, наверное, какая-то не совсем правильная ситуация. То есть вы... Мы рассмотрим этот вопрос конкретно, потому что акции, независимо, убыточное общество, либо неубыточное, то есть оно даже если реорганизовано присоединено к какому-то другому, например, может быть, акционерному обществу, акции ваши остаются, они конвертируются в акции другого общества, они никуда не пропадают. Единственное, что вернуть чеки имущества, мы уже говорили о том, что их вернуть нельзя. То есть после того, как вы их обменяли, чеки на акции, они поступают на счет нашего комитета и погашаются. То есть их уже практически не существует и вернуть их невозможно. Единственное, что возможно только вернуть акции, которые в свое время были внесены в уставные фонды специальных инвестфондов. Это у нас в области «Славнефть», которые мы возвращаем по поручению президента, возвращаем бывшим акционерам «Славнефти». Уже возвращено за этот период порядка 70 миллионов чеков. В других случаях чеки не возвращаются. А с акциями давайте мы посмотрим, разберемся, что там за ситуация. Игорь Владимирович, мы вам дали. Я думаю, что наш телезритель оставил свой номер телефона. Если нет, то перезвоните, пожалуйста, еще раз оставьте его у наших редакторов. И, Михаил Петрович, пожалуйста, свяжитесь, проясните ситуацию. Да, обязательно. Есть вопрос у нас на Вайбере. Неоднократно слышал историю о том, что предприимчивые граждане скупали у людей чеки имущества, впоследствии вкладывали их в предприятия в больших объемах. Известно ли вам о таких прецедентах и законно ли это было? Да, такие прецеденты, можно сказать. Но это не совсем прецеденты, это действующее законодательство. Вот я сказал, что с 93-го года у нас закон принят. У нас были ряд профучастников, в том числе вот эти специнвестфонды. Есть другие профучастники у нас в области, которые у нас по закону разрешаются продавать чеки. То есть и сейчас такая норма существует. Единственное, что на данный момент, ну я не знаю, кто может быть покупателем, потому что такой в последнее время вообще ситуации, статистики такой нет. Но в 90-е годы, да, такая ситуация была, покупали профучастники, потому что и сейчас по законодательству до 50% акций обменивается на чеки имущества, а ранее при выкупе государственного имущества можно было до 50% стоимости объекта приватизации оплачивать чеками. То есть да, покупали, тогда покупали, естественно, не по номинальной цене, потому что номинальная цена на дату выдачи составляла 25 тысяч, ну помните, в 1994-м была деноминация, 1 в 10, то есть у нас получилось, что 2500 стоил чек имущества. Покупали по разной цене, но это, как говорится, мы уже говорили о том, финансовый рынок, фондовый рынок, это рынок в любом случае. То есть сделка состоится купли-продажи в том случае, если одна сторона предлагает цену, по которой можно купить, а вторая с этой ценой соглашается. То есть да, продавали, и такие ситуации были. Единственное, что, еще раз подчеркну, на данный момент законодательная норма осталась, то есть право у граждан продать есть, но если они найдут покупателя. То есть их сейчас, в принципе, никуда нельзя использовать, этой нормы уже нет. А в 90-е, да, была такая ситуация. У нас даже проводились специализированные чековые аукционы, и сейчас эта норма существует в законодательстве, что, вот я сказал, что те чеки, которые у нас граждане получили, плюс там подаренные от близких родственников, они могут вкладывать в акции. А всем иным субъектам, которые в том числе и приобрели акции, на специализированных чековых аукционах, но они уже очень давно не проводятся, и, наверное, вряд ли будут проводиться. Ну, закрывая вопрос с обращением чеков имущества, то есть до конца этого года еще есть возможность каким-то образом с ними поступить, продать, подарить, обменять на акции. Да, то есть у нас получается, что период обращения, срок обращения чеков имущества устанавливается правительством Республики Беларусь. Вот в этот год, да, по 31 декабря 2020 года продлен срок обращения чеков имущества. Поэтому есть возможность, вот, как я сказал, обратиться в Беларусьбанк, соответственно, с вот тем сертификатом, который я показывал, с паспортом, выбрать акционерное общество, которое представляет интерес какой-то для покупателя, и обменять их на чеки имущества, обменять на акции этих предприятий. А если продать, то сколько, как определить стоимость? Ну, вот я вам говорил до этого, что у нас, когда в 90-е годы покупали, то есть номинал был 2500, ну, я не помню по той информации, больше тысячи за него не давали, то есть продавали по 700, по 800 рублей, но сейчас номинальная стоимость акций, чека имущества составляет 44 копейки. То есть если в среднем 100-150, мы понимаем, что 400-500 рублей можно кому продать. Да, только вопрос, кому продать. Да, то есть надо дойти покупателю. А подарить, к примеру, человеку, который лучше распорядится? Подарить можно, но это все идет переоформление, опять же, через Беларусьбанк, то есть на то лицо, которому дарятся. Их можно также завещать, то есть, и, соответственно, но самое, наверное, такое приемлемое, по моему мнению, перспективное направление, это обменять на акции акционерных обществ. Вот спрашивают, есть вопрос на Вайбере, можно ли чеки имущества использовать для приватизации жилья, по аналогии с чеками жилье? Нет, у нас обратного обмена нет, то есть был в свое время период такой, когда можно было чеки жилья обменять на имущество, сейчас данное постановление, оно утратило силу, и обратного движения такого нет. Вопрос, зачем покупать акции, вам задаст, наверное, любой из известных мне людей, не обладающих экономическим образованием. Хотя вот всем известно, что в мире это один из наиболее надежных способов сколотить капитал для частного инвестора. Какую выгоду извлекают белорусы, которые вкладываются в это, покупают акции? Ну, в принципе, в большинстве случаев это покупают инвесторы, которые имеют определенные уже навыки в бизнесе, имеют определенные результаты, то есть они хотели бы расшириться, либо, допустим, свой бизнес, еще одно предприятие в этом направлении. То есть случайные люди, в общем-то, на этом рынке не играют? Да, потому что надо, во-первых, я уже говорил, что деньги, когда идет продажа акций, идут в бюджет, то есть надо еще вложить деньги в развитие предприятия. Да, они должны быть как минимум. Михаил Петрович, давайте выслушаем нашего телезрителя, а потом эту тему еще продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, вот задать вопрос хочу. Дело в том, что когда-то в 98-м были акции у нас, да, имущество, 115 акций. Мы вложили их в Добревскую бумажную фабрику. Потом там что-то случилось, закрыли ее или что. Потом нам позвонили, что наши чеки у Гомеля бои. И оказалось, из 115 только одна акция. Чек один. Это правильно или нет? Спасибо большое за вопрос. Вопрос, на самом деле, интересный, да? Произошло преобразование предприятия и что произошло с чеками? К сожалению, телезрительница не представилась. Я просто хочу сказать, что да. То есть обменяли, наверное, они не акции, обменяли чеки имущества на акции Добрушевской бумажной фабрики. Ну, видимо, раз было 115 акций, видимо, у нас была одна акция, один чек. То есть она устанавливалась при преобразовании. Да, действительно, произошло слияние предприятий. И были созданы белорусские обои акционерного общества, где и наша Добрушская там находится. То есть получается, что действительно, когда идет присоединение, акции конвертируются в тот номинал, который обладает основное общество, к которому присоединяются. То есть по стоимости она должна быть примерно той, которая была. То есть могли быть 115, допустим, по 10 рублей или одна там за 1150. То есть она имуществом обеспечена, просто другой акционер, другой номинал. Поэтому никуда они не пропали, это все осталось. То есть здесь вопрос не в количестве акций, да, а в том, в чем они подтверждены, как они обеспечены. Ну и человек имеет право поинтересоваться доходностью этих акций. Михаил Петрович, я предлагаю сделать небольшую паузу сейчас в нашей беседе. Давайте в продолжение разговора посмотрим сюжет. Кондитерская фабрика «Спартак». Предприятие, известное далеко за пределами Беларуси. Сегодня это один из крупнейших производителей кондитерских изделий, выпускающий около 350 наименований продукции. Причем останавливаться на достигнутом здесь явно не собираются. В современной рыночной экономике главным конкурентным преимуществом становится качество производимого. Именно по этой причине в 2017-м все дивиденды, полученные от использования акций, решили направить на модернизацию производства. Соответствующее решение тогда приняли Гомельский обл. сполком, которому принадлежат 65% акций «Спартака» и собрание акционеров. Программа завершается в этом году, однако уже сейчас можно утверждать, это было правильное решение. Сумма дивидендов направлялась в основном на приобретение оборудования. То есть на инвестиционные проекты, в частности, были приобретена линия по производству и упаковку вафельных глазерных и неглазерных конфет и вафельных батончиков. Также сумма направлялась на приобретение оборудования в основное производство – это конфетно-шоколадный цех, вафельный цех. Еще одно предприятие, на котором реализован принадлежащий государству пакет акций – это открытое акционерное общество «Гомельский мотороремонтный завод». Акции общей стоимостью почти 1 миллион долларов купила компания «Хорс Моторс», являясь все годы ремонтным предприятием показания услуг для нужд сельского хозяйства. Последние годы завод освоил линейку принципиально новой продукции – индивидуальные доильные аппараты, бензиновые и дизельные двигатели, автономные электростанции. С 2012 года на предприятии осуществляется реализация инвестиционного проекта, организация производства мототехники и средств малой механизации. Основная цель – создание производства по выпуску мотороллеров, мопедов, мотоциклов и мотокультиваторов совместно с компанией «Хорс Моторс» и китайским партнером. Впрочем, ситуация на рынках вынуждает постоянно искать новые виды продукции. Среди последних новинок – насосная станция с дизельными двигателями для доения коров в полевых условиях. То есть наша насосная станция с дизельным двигателем, либо с бензиновым двигателем мы можем делать переброску. Позволяет в настоящее время активно ее пользоваться в полевых условиях. В данный момент то, что актуально, это наши мотохосы. То есть производство наших мотохос МК-1. Мы ее позиционируем как продукт наш отечественный. Он включен в программу импортозамещения. То есть наша профессиональная мотохоса МК-1 по итогам прошлого года признана как продуктом года «Новинка года». Впрочем, инвестиции путем продажи акций привлекаются не только в промышленное предприятие. Один из примеров – ОАО «Универмаг Гомель». Еще в 2007 году по конкурсу был продан государственный пакет акций – более 25% от общего количества. В результате на техническое перевооружение создание и модернизацию рабочих мест было направлено около 25 миллиардов нединаминированных рублей. Особое внимание уделили созданию безопасных условий для посетителей и арендаторов. Модернизировали системы пожаротушения, дымоудаления и оповещения. В качестве основных направлений инвестиций были определены реконструкция фасада основного здания, реконструкция фасада административного бытового корпуса, замена эскалаторов, замена торгово-технического оборудования. Как мы видим, с 2007 года и по настоящее время «Универмаг» значительно преобразился. Вы смотрите «Диалог» заместитель председателя Комитета государственного имущества Гомельского госполкома Михаил Полуянов сегодня у нас в гостях. И в студии прямого эфира мы принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Федор Николаевич. Я в свое время приобрел акции на чеки имущества «Гомельские молочные продукты». За это время ни одной копейки дивидендов я не получил. Был на приеме у главного бухгалтера. Он сказал, что у нас дивидендов нет. Как быть дальше? Что мне делать? Поняли вас. Спасибо большое за вопрос. Будем разбираться. Михаил Петрович, наверное, ситуация распространенная. Часто вам такие вопросы задают. Я могу подпишись. Федор Николаевич, дело в том, что у нас сейчас молочные продукты – это акционерное общество «Мелковито». У него количество акций сейчас составляет более 220 миллионов штук. То есть получается даже прибыль, которая у нас в предприятии, оно не убыточное, но на дивиденды идет 20% от прибыли, остающейся в распоряжении. Из этой прибыли первое основное направление – это, естественно, уплата налогов. Второе – это вложение в инвестиции, приобретение. Вот если следите за этим акционерным обществом, очень много проведено мероприятий по модернизации этого акционерного общества. Приобретено много оборудования, новых технологий. Вы знаете, они выходят у нас на мировые рынки. Поэтому эта сумма, которая идет на инвестиции, покупку оборудования, модернизацию, она тоже вычитается из прибыли. Поэтому взять отстающиеся прибыли 20% и разделить на 220 миллионов акций – понятно, что сумма гораздо меньше, чем одна копейка будет на акцию. А учитывая, что у вас количество, наверное, акций небольшое, поэтому обычно принимается решение собрания, что эти акции накапливаются на счете акционерного общества до какой-то определенной суммы. Потому что нельзя, вы понимаете, нельзя перечислить ту денежную единицу, которая не существует. То есть минимально это одна копейка. Михаил Петрович, тогда буду задавать наивные вопросы. А зачем столько миллионов акций? Ну, то есть, если понятно, что владельцы их не получат на дивидендов. Понятно. У нас просто ситуация какая. Раньше оказывалась государственная поддержка за счет средств бюджета республиканского либо местного акционерного общества. Естественно, что эта государственная поддержка оказывалась на небезвозмездной основе. То есть на эту сумму денег выпускались акции, которые передавались собственности государства. Кроме того, к ряду акционерных офиц в Мелковите тоже было присоединено ряд акционерных, вернее, государственных предприятий, которые тоже пошли на увеличение. В наследство еще и их акционеров тоже. Ну, вот приватизация как такова, это же не самоцель, это способ получения, привлечения инвестиций, способ улучшить положение на предприятии. Вот исходя из уже накопленной нашей практики, работает ли это, выгодно ли это? Ну, следует отметить, что за весь период у нас по коммунальной собственности проданы акции по конкурсу 21 открытого акционерного общества. Сумма инвестиций, которая поступила в развитие этих акционерных обществ, уже в нынешних деньгах составляет более 60 миллионов рублей. То есть, ну, это называли уже здесь и универмаг, но хочу назвать еще совместное общество, это белорусско-молдавское, кодру, которое у нас нашило бывший консервный завод. Туда тоже внесено порядка двух миллионов инвестиций иностранных, то есть молдавская сторона о план Тавин вносила туда. И хочу, ну, ваши коллеги, телевизорная компания «Телевид» речится, то есть их акции тоже продали, и туда внесено инвестиции 1,2 миллиона рублей. Если говорить о новых каких-то вот последних подходах, 19-20 год, в большей части у нас сельхозорганизации, в которых погашены кредиты, то есть по указу президента 399, есть возможность конвертировать долги в акции. То есть, получается, инвестор, который дал согласие, вернее, кредитор дал согласие на конвертацию своих долгов в акции, то есть он получает акции, и тем самым улучшая финансовое состояние этих сельхозорганизаций. Это в Ловинском районе у нас два таких акционерных общества, урожайные, и в этом году «Колпень Агро». Кроме того, внесено еще 4,7 миллиона, это оборудование для деятельности акционерного общества урожайной. То есть такая немножко другая сейчас схема, потому что я уже говорил, что надо и бюджету заплатить за акции, и внести. А здесь президентам установлен иной порядок, то есть долги можно обменять на акции. То есть акционер, который дал согласие, он получает пакет акций и участвует в управлении этим акционерным обществом. Михаил Петрович, какова ситуация на этом рынке сейчас? Сейчас поступают ли предложения относительно акций тех ОАО, которые были определены в начале года? Вот, по сути, прошла треть этого года. Есть ли какое-то движение? Пока еще обращений по этим не было. Хочу сказать, уже говорил о сельхозорганизациях. Это в основном организации акционерного общества агропромышленного комплекса, которое, ну скажем так, такое состояние финансовое не очень хорошее. То есть есть и убыточные, есть разные. Поэтому инвесторы, наверное, изучают ситуацию. По отдельным у нас они выбирают. Сейчас там и в Реческом районе проводится определенная работа со стороны инвестора. Но пока на покупку акций не поступало такие предложения. Есть вопрос у нас на Вайбере. Можно ли где-то проконсультироваться по наиболее выгодному вложению чека в имущество? Резонный вопрос. Мы, как правило, в этом слабо осведомлены. С кем можно проконсультироваться по подобным вопросам? Я думаю, что у нас на нашем сайте, в принципе, есть вся информация. Если что, позвоните в наш отдел корпоративного управления, был владельческий надзор распоряжения акциями. Они подскажут, где и чего. То есть мы исходим из того, что по итогам года, где, ну как правило, больше всего наших владельцев чеков интересуют дивиденды. То есть где наибольшее количество. Но вот по статистике у нас вот обмен, который идет сейчас, это у нас идут больше всего, меняет на акции Гомель Обл. Автотранса, акционерное общество «Железобетон» и Гомель Стройматериалы. То есть наибольшее по тем отчетам, которые мы получаем из Беларусьбанка. Ну и эти отчеты, они ведь находятся в доступе. То есть просто поискать в интернете самые прибыльные ОАО и стоимость, размер тех дивидендов, которые ОАО способны выплачивать своим акционерам. Да, на сайте, на департаментах по ценным бумагам есть по каждому акционерному обществу информация. Михаил Петрович, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. К сожалению, мы вынуждены ее уже завершить. Благодарю вас. Заместитель председателя Комитета государственного имущества Гомельского облсполкома Михаил Полуянов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова